В Авидиопольском районе из-за аварии на канализационном коллекторе на территории баз отдыха «Звездочка» и «Надежда» вблизи поселка Грибовка неочищенные стоки попали в реку Боробой, которая впадает в Черное море. Как это повлияло на качество морской воды и можно ли купаться в море в нашем городе, узнавала наш корреспондент у заведующей отделом гигиены и эпидемиологии Центральной СЭС на водном транспорте Елены Метеровой. Удовольствие и польза от летнего отдыха на морском побережье напрямую зависят от чистоты воды. На протяжении всего летнего сезона органами саннадзора осуществляется контроль за качеством воды в зонах рекреации. В городе Ильичевске нами разработаны и утверждены точки отбора, которые находятся база отдыха «Дружба», база отдыха «Радужный», центральный городской пляж, профилактория «Чайка» и в зонах водопользования промышленных предприятий. Это на территории Ильичевского морского торгового порта, на территории судоремонтного завода и на территории рыбного порта, для того, чтобы исключить возможность загрязнения морской воды. На сегодняшний день мы уже двукратно отобрали пробы морской воды, сделали 8 исследований по бактериологическим и химическим показателям. Они отвечают санитарно-геническим требованиям. Отобраны пробы песка на пляжах, сделаны радиологические контроли, бактериологические, они тоже соответствуют действующим нормативным документам. Согласно санитарным правилам исследуются регламентированные показатели воды, бактериологического, токсикологического и химического загрязнения. По химическим показателям это взвешенные вещества, это нефтепродукты, радиология в обязательном порядке, песок исследуется на радиологические показатели, потому что вынос песка или со штормами у нас тоже наблюдается в некоторых местах. То есть этот песок может быть не наш, а принесенный где-то волнами морской воды и из других регионов. На данный момент нет данных, подтверждающих, что авария на канализационном коллекторе вблизи поселка Грибовка повлияла на качество морской воды возле Ильичевска. На сегодняшний день мы не имеем отрицательных результатов проб воды, которые отбирались на нашей территории. Мы отбирали и у берега, и на расстоянии 20 метров от берега, то есть данных о том, что это пятно загрязнения попало в нашу сторону на городские пляжи нет. Это подтверждено результатами лабораторных исследований. По информации оздоровительного комплекса «Альбатрос» Ильичевского морского торгового порта, у них пляж тоже чистый и никаких пятен загрязнений не обнаружено. Многие Ильичевцы уже открыли пляжный сезон. Они довольны температурой и чистотой морской воды. В этом году на море я была уже не один раз. Вода сейчас прекрасная абсолютно. Чистая, прозрачная. На море хожу каждый день, практически как только стало тепло. Вода прекрасная, особенно когда южный ветер дует. То есть это со стороны Болгарии и Турции. Мы считаем, что в этом году, да вообще уже года 3-4 вода лучше стала. Где-то недели две назад видел трех дельфинов. На сегодняшний день проводятся мероприятия согласно плану подготовки к оздоровительному сезону зон рекреации. Официальное открытие городского пляжа состоится 1 июня. Продолжение следует...